Друзья, мне повезло родиться в то благословенное время, когда открытки вообще-то получали по почте. И были они не виртуальными, а настоящими, картонными, подписанными от руки. И сквозь этот почерк просвечивал портрет человека, который, собственно, тебе отправил эту открытку. И тогда открытки получались, ну, почти как живые. Экспонаты самого почтенного возраста датируются 50-м годом. Их получали наши бабушки, когда были еще совсем юными, с наивными изображениями. Пусть на современный вкус несколько аскетичными, зато такими родными для тех, кому адресованы. Замысловатые восьмерки, цветы, женщины-труженицы. У каждого художника свой стиль. Но самый трогательный, пожалуй, вот этот, с зайчиками и белочками. Московский художник Владимир Зарубин, очень известный мультипликатор, который свои мультяшные герои он переносил на открытки. Так что есть смысл пересмотреть свою точку зрения на бабушкины архивы. Одни и те же открытки печатались на московском, ленинградском и пермском газнаках. Наш самый молодой из этой троицы, а значит, технически более совершенный. Потому пермское качество впереди планеты всей. Один из самых любопытных документов этой выставки, это даже не открытки, а вот такой вот пригласительный билет на торжественное заседание. Он датируется 1943 годом. То есть время страшное, голодное, военное. И тем не менее, женщин умудрялись поздравлять и даже поднимать им настроение. Другой документ еще старше, 24-й год. Это газетная статья. Ее название говорит само за себя. Явление своего времени и манифест праву женщины на самостоятельность. Выставка выводит в свет и имена пермских художников, которые работали с изображением для открытки. Это авторы издательства «Звезда и газнака» Лариса Каменских, Виктор Остапенко и другие. У нас по воскресеньям работает клуб коллекционеров открыток. Он собирается на Пермском почтамте. И мы иногда туда приглашаем художников, которые нам рассказывают об открытках и ставят автографы на своих произведениях. На импровизированную встречу не возбраняется прийти и просто так, без открытки, по велению сердца. Быть может, после лекции у вас появится новое хобби. Сама же выставка в ДК Калинина будет ждать нас до конца марта. Полина Рифа, Владислав Рашидов, ВЕТТ24. Полина Рифа, Владислав Рашидов, ВЕТТ24.